улыбайтесь всем привет друзья меня зовут Ваня Иванова и вы смотрите вторую часть нашего чудесного путешествия ночь мы провели в каком-то частном секторе спали в машине сейчас мы приехали как видите на парковку в ленту здесь наша цель найти туалет и провести себе в божеский вид и продолжить наше чудесное путешествие эй чиполина а в рубрике воскресный чиполина у нас сегодня Катя и как вы видите Катя позабирает все победы все награды потому что она просто единственный конкурсант поэтому первое и последнее место в номинации чиполина недели у Кати все хорош Катя пошли Ребята вы замечали что женщины как правило даже в каких-то спартанских условиях гораздо больше следят за собой чем мужчины ты следишь за собой? Да, я мой Новый день это новый путь открываешь глаза с нетерпением удивиться скорее чему-нибудь насладиться на это потраченным временем новый день это жирный гусь фаршированный разной вкуснятиной это твой единственный верный друг и ты будешь в гости ждать его новый день это новый год и со всеми случаются чудеса снежинка заколота в волосах зайцы целуют лис мы сейчас пойдем с вами в стал торговый комплекс погуляем по Ашану, пойдем в Леруа Мерлен, посмотрим новые обои ребят если вы думаете что на моем канале будут новые обои потому что здесь она не ребят Катя давай снимем как я тут буду лежать не давай ты будешь лежать а я буду снимать и вот ребят интересная штука которые тем менее решают вопрос с масками посещать центр можно только в маске но на входе ты можешь приобрести давайте посмотрим цены 40 рублей Масочный режим соблюдается по сути здесь как я наверное уже минут 10-15 гуляю ни одного человека без маски я не видел это первое Второе, все-таки вот эта вся самоизоляция, на видео было, может быть, не совсем видно и понятно, но на набережной просто дикая концентрация людей, просто как будто день города какой-то в Тургане, людей очень много. И по ценам, по ценам, в принципе, здесь норм, что-то даже дешевле. Например, я насмотрел себе неплохой самокат, всего за 5000 самокат для взрослых. Вы когда-нибудь хотели себе самокат? Мне кажется, все, у кого в детстве был самокат, хотят себе в взрослой жизни вертолетик и самокат. Вертолетик у меня есть, а самоката пока что нет. Если у вас нет маски, здесь вы можете взять одноразовую маску. А как она выглядит? Ну, она завернута, конечно, но обычная, марлевая. Ребят, представляете, на входе 40 рублей, а здесь можно взять такую одноразовую бесплатную маску. Давайте, наверное, возьмем. Она же бесплатна. На самом деле, ребят, Катя уже успела тут набрать всякой-всякой дряни. И это очень важный момент, что женщину нужно выводить как можно быстрее из таких магазинов, потому что по пути она все берет, берет, берет. И даже я, даже я вот взял себе. Ну, это бесплатная маска. И да, ребят, не забывайте, не забывайте улыбаться. Мы движемся к набережной, на которой мы у тебя были. И вот такие вот домики древние. Они так славно чередуются вот с такими постройками уже современными, вот с такими вот древностями. Вот с такими древностями по имени Екатерина. И мне Екатерина сделала замечание, что я иду по велодорожке. Мы с вами, друзья, нарушаем, нарушаем. Нам можно, мы с колхозом. Я иду по пешеходной зоне. Ты что, я урбанист? Ну, а так, ребят, как бы с каждым разом я тут бываю. И все больше для меня, лично для меня, уходит в прошлое вот этот миф о хороших тюменских дорогах. У хабов вообще хватает. Если у тебя подвеска такая, как у меня, то есть не очень бодрая, то Тюмень уже не тот город, где очень-очень хорошие дороги. Субтитры сделал DimaTorzok Если уж говорить об урбанистике, это уборка улиц, это для меня не на последнем месте. И вот такая вот чудесная машинка, которая занимается здесь уборкой. Давайте на нее посмотрим. Это не реклама, но это Меркатор. Это такой производитель, такая фирма, которая занимается изготовлением подобных машин. У них есть инстаграм. Можете найти их в инстаграм и посмотреть, как устроены эти машинки. По большому счету, сзади находится пылесос. Он создает давление. И спереди, соответственно, все это всасывается в заднюю часть автомобиля. Очень крутая штука. Смотрим, смотрим решение, смотрим, как это сделано в плане исполнения. И, ну да, здорово-здорово минус. Довольно далеко пешеходники. Перемещаться с одной стороны улицы на другую немножко проблемно. Ну и место притяжения действительно набережная. Она что в Кургане, что здесь, это место притяжения, которое... Которое здесь все сделано для того, чтобы люди приходили сюда, проводили время, отдыхали и, да, оставляли деньги. Именно инфраструктура в плане обеспечения людей здесь не на последнем месте. Особенно, ребят, туалеты. Вчера, вчера мы, кстати, так и не нашли туалет. Пришлось искать кусты. И мы как бы... Сколько мы сэкономили? 50? Мы сэкономили 50 рублей, найдя куст. Просто такие большие расстояния и очень мало закрытых каких-то мест, типа кустов, типа гаражей, которые мы все с вами, конечно же, любим. Поэтому, ребят, если вы хотите погулять и оставить немножко денежат с детьми, с тещей, с подругой или с другом... В общем, ребят, приезжайте в Тюмень. Неплохо. Новый день это новый путь, открываешь глаза с нетерпением. Удивиться скорее чему-нибудь, насладиться на это потраченным временем. Новый день это жирный гусь, фаршированный разной вкуснятиной. Это твой единственный верный друг, и ты будешь в гости ждать его. Новый день это новый год, и со всеми случаются чудеса. Снежинка заколота в волосах, зайцы целуют леса. Ты герой бесконечных дней, бесконечно красив и молод. Еще один день, еще один повод утолить к этой жизни голод. В воде оголенный провод, пассажи на цепь тоски. Новый день как тиски, утро как молот, вышибет мне мозги. И я снова не вспомню, кто я, но надежда, что все еще впереди. Поднимет с постели, как инвалида, слова «Вставай, иди». Я встал на холодный пол, и ответы ко мне стали близко. В коридоре написано моей рукой, аккуратно лежит записка. Ты сегодня не помнишь, что было вчера, а завтра все повторится. Жена изменилась, семья умерла, ты Андрей, ты один, тебе тридцать. И утром я вижу я с ней, валяясь в манючей постели. Я царь бесполезных дней, я бог бесполезной недели. И утром я вижу я с ней, валяясь в манючей постели. Я царь бесполезных дней, я бог бесполезной недели. Ну что у нас, Екатерина, получается? Судя по носу, все трогают нос. И... Я загадала. Лучше три, то еще по три, вот, хорошо. В целом очень прикольно, опять. Очень много исторического, вот этого подтекста, описывающего историю края. Это все сделано, блин. Отлитые метали прям дорого. Дорого, богато и красиво. Этого не для отрицания. Катя все это время копил на кольцо и купил бы его в полиндельник. Но черное было смотрит в песок. Очень прикольная тема. Женщина рассказывает своей дочери. От начала времен до наших дней, как это было, что строили большие лодки, сплавлялись по реке. И в целом, мне кажется, очень прикольный формат прогуляться по набережной и рассказывать своему ребенку историю с того момента, как все начиналось и до наших дней. Это все будет сопровождено иллюстрациями. Неплохое решение. Весьма неплохое. Ну что, друзья, будем зафиналиваться. Тюмень. Хороший город. Город, в котором хочется жить. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. О нем эту правду. Знать себе правду. Сдавать и ложиться. Как к земле бросаю гнить у них лицо. Потом вырастает хлеб. Команда под выпивших творцов сажает людей прямо в снег. Я тебе не дарил цветов. Говорил, что нет лишних денег. Катя все это время копил на кольцо. И купил бы его в полиндельник. Но черное было смотрит в лесоток. Смелее жми на курорт. Под градом ударов приклада. Ролчить от дед не надо, сынок. А я говорил, пацаны, мне надо. Нок на наду прервал звонок. Эта тетя звонила из Волгограда. Я даже во сне умереть не смог. И утром я вижу я с ней. Валяясь в вонючей постели. Я царь бесполезных дней. Я Бог бесполезной недели. И утром я вижу я с ней. Валяясь в вонючей постели. Я царь бесполезных дней. Я Бог бесполезной недели. Бесполезной недели. Бесполезной недели. Бесполезной неделе Бесполезной неделе Бесполезной неделе Бесполезной неделе